В Котласе по традиции, как и во многих других городах, наш странный День Победы начался с торжественного шествия. Колонна стартовала около Стеллы и прошла по главным улицам города Кузнецова, Маяковского и Милентьева. Надо сказать, что Котлашане, как всегда, активны. В этом году их не испугала даже погода. Добавлю, что обычно в День Победы на юге региона где-то плюс 15-20 градусов. Сегодня всего лишь чуть выше 0, но еще раз подчеркну, что на настроение Котлашан, на их активность, это никаким образом не повлияло. Почтить память павших, отдать дань уважения отцам, детам и прадедам вышли тысячи горожан. Как мы видим, здесь и представители трудовых коллективов, и просто семьи. Большинство из них в полном составе, от главы семейства до самых маленьких детей. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вообще как часто вы принимаете участие в торжественном шествии, и что для вашей семьи значит этот праздник? Мы ежегодно принимаем участие в торжественном шествии. И для нас это самый большой праздник, который может быть вообще в жизни российского и советского народа. Вместе с Котлашанами в ряды праздничного шествия в этом году встали и те герои, которые не вернулись в поле сражения или умерли в послевоенные годы. Это тоже традиция Котласа. В акции «Бессмертный полк» приняли участие большое количество жителей нашего города. Они внесли в руках фотографии своих родных и близких. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто изображен на вашей фотографии, где он принимал участие? Отец. Восемь лет воевал. Финскую компанию принимал. На флоте. Северный флот. Насколько вы считаете вообще важной и значимой вот эта акция «Бессмертный полк», чтобы в шествии прошли и те герои, которые не дожили, к сожалению, до сегодняшних дней? Ой, для меня это очень важно. Это так, это радостно. Даже радуешься за них и сама радуюсь. Одна из военных достопримечательностей Котласа – это автомобиль Героя Советского Союза Сергея Рябова. После военные годы он жил и работал в нашем городе, возглавлял автотранспортное предприятие. Во время Великой Отечественной героический летчик уничтожил более 200 единиц фашистских боеприпасов и стратегических объектов. Сразу за автомобилем – духовой оркестр. Это тоже наша традиция. Музыканты не только задают ритм шествию, но и создают особое, пропитанное духом патриотизмом и гордостью за нашу страну настроение. Ветераны, те, кто, счастью, сегодня находятся в боевом строю, ждут участников акции «У вечного огня». Здесь уже буквально вот только что завершился ритуал памяти и возложения цветов к мемориалу погибшим воинам Котлашана. Также в этом году Котласнов присоединился к числу городов, которые устанавливают рекорд победы. В этом году его цель – набрать 26 298 отжиманий. По одному за каждый прожитый мирный день после Великой Отечественной войны. Как там показывают картинку, сейчас количество желающих принять участие и установить свой рекорд победы очень много. Причем среди них не только мужчины, но и представительницы слабого пола, а также маленькие дети. И это лишь самое начало празднования в Котласе 72-й годовщины со дня Великой Победы. Так скажем, ее официальная, торжественная часть. Самые мероприятия будут продолжаться до самого вечера. Впереди Котлашан ждут полевая кухня, танцы под духовой оркестр. Будут работать различные фото, зоны, выставки. Все желающие смогут принять участие в легкоатлетической эстафете. Так что этот день в Котласе обещает быть очень насыщенным. Продолжение следует...